здравствуйте уважаемые казахстанцы я начинаю свой прямой эфир и хочу посвятить его тем митингом который мы призываем наших граждан выйти 9 мая по всей стране как известно 9 мая наши власти проводят шествие виде акции который называется бессмертный полк ранее прошлом году наши власти объявляли его по всей стране в частности в алматы в прошлом году на это шествие собралось более 120 тысяч человек по областным городам от 5 до 20 тысяч человек 1 мая по нашему призыву по призыву демократического выбора казахстана приблизительно где-то в семи городах прошли акции протеста они прошли день единства народа и я с удовлетворением могу отметить что именно 1 мая наш народ проявил единство проявил солидарность 1 мая вышли тысячи людей на митинги с различными требованиями нур-султан не моя столица токаев не мой президент нет строительству атомных станций руки прочь от айгуля к берды мы сейчас переживаем очень важный период в истории нашей страны 9 июня намечаются нелегитимные фальшивые выборы куда власть допускает только своих подставных кандидатов и целью чтобы но султан назарбаев назначил президентом страны хасмжемарта токаева а затем через хасмжемарта токаева власть была передана председателю сената дорогие назарбаевы ни один кандидат который попал на эти выборы не является свободным не является представителем народа 30 лет на султан назарбаев проводит досрочные выборы все они были нелегитимные не признаны международным сообществом 30 лет наших граждан не молчали 30 лет наши граждане терпели этот произвол 30 лет от мафиозный режим опутал своей сетью всю страну за 30 лет наша страна обнищала деградировала за 30 лет на султан назарбаев присвоил состояние свыше 200 миллиардов долларов сша а все его близкие родственники стали миллиардерами а наш народ стал бедным и нищим и наконец 1 мая наш народ поднял свой голос голос протеста и сказал нет сказал нет и действительно 1 мая оказался тем самым днем единения обеднение всего народа и мы призываем этот успех закрепить 9 мая день победы чтобы дал здесь стал действительно днем победы нашего народа я знаю что некоторые пишут что давайте не будем выходить из с акциями протеста 9 мая это святой день я согласен 22 марта который мы проводили по митинге по всей стране тоже наш народ говорил 22 марта это святой день и с этим я тоже согласен все дни которые мы объявляли и заявляли все были святыми важными когда мы проводили призвали наши граждане выйти 16 декабря нашлись безусловно люди которые говорили как же так это день когда день независимости на самом деле это день жертв политические репрессии это святой день давайте 16 декабря не делать на новый год были акции как же так один раз в год новый год давайте не будем 27 февраля когда мы проводили митинги около офисов партии нуратан нашлись люди которые говорили а почему мы проводим в рабочие дни а давайте выходные дни то есть это бесконечный процесс и так называемые святые дни приводит тому что мы забываем о том что нашу страну захватили оккупаты нашей страной руководит мафиозная власть наши верующие сегодня могут сказать и говорят что давайте не проводить религиозные праздники и вся наша жизнь она святая состоит из праздников из рабочих из нерабочих дней и 30 лет таким образом мы находили себе повод чтобы жить в рабстве чтобы молчать терпеть произвол жить нищете и поэтому я хотел бы сказать что мы должны обязаны 9 мая выйти чтобы сказать нет этой власти потому что именно сейчас именно сегодня происходит консолидации нашего народа хочу вам напомнить что война закончилась сорок пятом году и с этого момента уже прошло 74 года если вы заботитесь о ветеранах то о них заботится не один день и нашим ветеранам как минимум 95 100 лет их почти не осталось понятно что ветераны не шествует по улицам страны и честь этих ветеранов можно было бы ранее дать им решить вопросы жилья и другие социальные вопросы эта власть начинает политически вспоминать именно 9 мая о наших ветеранах и все предыдущие годы о них никто не вспоминал поэтому если мы хотим проявить уважение хотим помочь ветеранам то для этого существует годы год любые дни и более того для ветеранов эта власть может специально отведенных местах провести концерты и все прочее мы 9 мая имеем возможность выразить свою волю вы знаете что эта власть ни в какие дни никогда не разрешает провести митинги и шествия ни разу есть десятки обращений в органы местной власти вакиматы и местная власть всегда придумывает отговорки то праздники детские то еще что-либо это ремонт и вы это прекрасно знаете нынешний власть не дает провести митинги ни в какие дни более того за одиночные пикеты которые разрешены по закону люди задерживаются держится в полиции несколько часов вы знаете что недавно только за обычный плакат от правда не убежишь молодые люди были посажены на 15 15 суток тюрьму то есть мы живем полицейском государстве где царит произвол и беспредел и поэтому мы имеем возможность с минимальным риском для тех кто участвует в этом протесте организовать митинги именно праздничные дни когда у власти нет юридической никакой любой другой возможности предъявить претензии нашим гражданам я знаю что сейчас вышли заявления о неких от представитель неких организации ветеранов или ветеранов афганской войны я хочу сказать что уважаемые афганцы что эта власть забыла давно о вас и вы прекрасно знаете что она не помнит о вас что опять же не решаются ваши вопросы ваши проблемы когда вы были отправлены по приказу советского командования служит в афганистане вы испытывали невзгоды кто-то из вас пострадал стал инвалидом но разве эта власть вспоминает о вас или вспоминала разве вы получаете жилье разве вам платят высокие пенсии и конечно же те двое представителей так называемой организации ветеранов никакие они не афганцы заслуженные такие чтобы именно им власть оказывала больше помощи поддержку а про вас забыла наша власть не помнить ни о ком не помнить о своем народе не помнить о тех кто участвовал во второй мировой войне кто стоял за станками помогал воевать нашим соотечественникам во второй мировой войне не помните о вас афганцев вы не виноваты в том что советское правительство приказала вам воевать на территории чужой страны и поэтому когда два представителя так называемых представителя ветеранов или афганцев заявляет что вот мы не позволим конечно же это просто позор они должны бороться за свободу и независимость нашей страны причем на территории нашей страны они где-то в афганистане проявлять свои качества храбрость и так далее при этом тусливо молчать когда эта власть держит нищете свой народ когда дети сгорают в пожарах когда эта власть не решает никакие социальные вопросы матерей пенсионеров вообще ничего не решает только обогащается узкая политическая верхушка если афганцы хотят показать что они сильные независимые если наши ветераны которые участвовали войне в афганистане хотят чтобы что-то изменилось в нашей стране я призываю вас чтобы вы присоединились присоединились к нам на митингах 9 мая у меня спрашивают каким образом необходимо провести эти митинги и шествия но общеизвестно что 9 мая например в алматы есть определенные места откуда стартует это акции бессмертный полк это старая площадь алматы и наши сторонники те граждане которые хотят изменений те граждане которые возмущены произволом власти те граждане которые являются противниками действующего режима могут встроиться в ряды этого шествия и таких граждан будет около ста тысяч человек и мы можем озвучивать свои требования мы можем озвучивать свои лозунги мы можем идти с плакатами политически репрессированных этой властью эта власть говорит о том что надо вспоминать тех кто погиб во второй мировой войне но эта власть никак не хочет вспоминать о репрессированных наших соотечественных репрессированных 30-х годах репрессированных и погибших от голодомора в 30-х годах репрессированных нурсултаном назарбаевым наши соотечественники политически заключенные именно сейчас испытывает лишение именно сейчас это власть те кто поднимает свой голос с требованием свободы сажает в тюрьмы на 15 суток избивает их пытает я призываю наших граждан если у вас есть родственники и близкие если вы разделяете наши убеждения если вы хотите свободы если вы хотите перемен выйти с портретами в том числе наших граждан которые страдают от этого режима репрессированные находятся в тюрьмах это справедливо это справедливо 9 мая сотни тысяч человек по всему казахстану будут идти в этих шествиях не говорят о ветеранах как я уже сказал нашим ветеранам которые воевали или были на войне должно быть минимум 95 100 лет они не в состоянии в этих шествиях участвует никто вам не мешает выйти с портретами ваших близких и родственников на этих шествиях более того они ваши деды ваши родственники воевали чтобы страна у нас была свободная чтобы вы жили достойной жизнью я думаю что правильно 9 мая действительно вспомнить наших близких которые побед погибли во второй мировой войне и поддержать их чтобы показать что мы в состоянии тоже бороться за свои права и свободы за свою независимость за свою гражданскую позицию за право быть свободным человеком за право участвовать митингах и шествиях тем более наши конституции эти права закреплены более того подписаны международные договора это является обязательством казахстана давать возможность людям проявлять свою волю и свободу быть свободными участвовать на митингах участвовать различных шествиях и собраний это наше безусловное право закрепленные международными договорами которые по своему статусу выше конституции казахстана выше всех наших законов и 9 мая мы имеем возможность это проявить я хочу еще раз напомнить это власть лицемерно заявляет нашим гражданам которые участвовали на митингах что они без разрешения власти участвуют тех или них акциях и хочу напомнить что никогда эта власть не давала не дает никаких разрешений не только лицемерно заявляет что вы без разрешения вот представьте себе что 9 мая идут десятки тысяч наших граждан по улицам я знаю что некоторые из вас обеспокоены что полиция будет якобы оказывать давление каким образом каким образом полиция если и будет это делать то опять же будет прямое нарушение даже действуя законов которые подписал нурсултан назарбаев даже действующие законы с их стороны будут нарушены потому что эти митинги путешествий будут разрешены акиматами городов и мы все понимаем что когда десятки тысяч людей идут по улицам страны они все недовольны действующим режимом они все живут трудной и бедной жизнью и поэтому это все те кто хотят свобод все те которые хотят перемен когда якобы ветераны афганцы запугивает вас вы должны прекрасно знать что они среди вас именно они больше всех или многих живут мучительные трудной жизни потеряв здоровье и проклиная этот режим который никак им не помогает за то что они сделали свое время выполнили приказ советского правительства я обращаюсь пользуясь случаем полицейским вы получаете зарплату 60 100 тысяч тенге высший состав до 150 тысяч тенге и хочу вам напомнить что нами разработаны специальные программы демократического выбора казахстана для работников полиции и военнослужащих у вас нет жилья вы также как все остальные граждане нашей страны берете по высоким процентным ставкам ипотеку вы живете на съемных квартирах в общежитиях ваша работа не регламентирована вы сутками напролет защищаете на самом деле как вам кажется общественный порядок но в реальности вы защищаете спокойствие и безопасность режима ну султана назарбаева и за это вам платят 60 70 тысяч тенге рядовому составу до 100 150 тысяч тенге высшему составу командному составу у вас нет жилья у вас работа которые вызывают презрение у наших граждан вызывает презрение потому что вашими руками эта власть преследует наших граждан вашими руками эта власть удерживает свои властные полномочия что позволяет им воровать миллиарды долларов у страны программах двк ваша заработная плата минимальная стартовая у рядового сотрудника будет начинаться от тысячи долларов то есть порядка около 400 тысяч тенге то есть ваша зарплата будет выше минимум в пять шесть раз у рядового состава высший командный состав зависимости от заслуг зависимости от должности и всего прочего будет получать заработную плату от двух до пяти тысяч долларов лейтенант обычный рядовой лейтенант заработной платы будет его начинаться от двух тысяч долларов то есть порядка около 800 тысяч тенге сейчас лейтенанты получает около 100 тысяч тенге сто сто двадцать тысяч тенге поэтому вы видите что минимум шесть семь раз заработная плата ваша будет больше далее что касается вопросов жилья опять же в нашей страны гигантские возможности только на банковскую систему на поддержку своих банков нурсултан назарбаев ежегодно направляет около 10 миллиардов долларов сша мы заявляем что для работников полиции для военных разработана специальная программа жилищная программа разработана для граждан всей страны но я сейчас озвучиваю приблизительно и условия которые будут для работников полиции и военнослужащих и так это ипотечная программа сроком минимум на 20-30 лет вы получаете жилье без первоначального взноса ставка по кредиту не более пяти процентов годовых норматив жилья будет 20 квадратов на одного члена семьи но не более вы можете приобрести по этой программе квартиру не более 100 квадратных метров у вас будет социальная защита страховка случае если вы понесете какой-то ущерб для своего здоровья то государственная страховка покроет все ваши проблемы бесплатные лечения бесплатное восстановление здоровья случае если семья потеряет своего кормильца заработная плата 50 процентов заработной платы перечисляется членом семьи также будут выплачены минимум 400 евро ежемесячно это дополнительные компенсации со стороны государства в связи с потерей кормильца множество программ я их сегодня публикую я их ранее публиковал и вы увидите что то что будет выплачиваться правительством демократического выбора казахстана просто минимум пять шесть раз только через заработную плату выше не говоря о том что у вас будет жилье случае если вы не хотите участвовать ипотечные программы вы получите бесплатное жилье на период пока выполняете профессиональный свой долг и работаете в органах правопорядках у вас будет бесплатные медицинское обслуживание бесплатно общественный транспорт члены вашей семьи будут раз в год вместе с вами ездить различные места санаторий от санатория и другие места и тоже будет оплачиваться правительством список этот детальный я сегодня опубликую дополнительно и вы должны понимать что в этом случае мы будем от требовать от работников полиции четко не неукоснительное исполнение законов нашей страны и ваша профессия становится действительно уважаемой эти все зарплаты и другие социальные пакеты они взяты не с воздуха непридуманные и они не выглядят фантастическими потому что этот уровень оплаты труда социальный пакет он несколько ниже даже чем бывших странах советского союза балтийских странах литва латвии эстонии эти страны одновременно с нами вышли из состава советского союза даже чуть раньше на несколько месяцев и жизненный уровень этих стран минимум в два-три раза выше чем граждан нашей страны граждан казахстана поэтому весь этот социальный пакет он не просто не является фантастическим популистским это реальность реальность она заключается в том что назарбаев и его ближайшее окружение из страны выводит ежегодно десятки миллиардов долларов и новая власть правительство демократического выбора казахстана просто перекроет каналы воровства эти деньги будут направлены в первую очередь на решение социальных проблем наши граждане именно поэтому вы должны быть уверены что мы предлагаем реальные вещи мы озвучиваем совершенно реальные вещи я как экономист как предприниматель как бывший министр безусловно все эти программы когда описывал и писал вы должны понимать что они не выдуманные и еще ни один человек из правительства казахстана не сказал что эти программы невозможно реализовать потому что это реальность потому что эти деньги есть сейчас в нашей стране поэтому 9 мая уважаемые полицейские я призываю вас присоединиться к нашему народу присоединиться и быть вместе с народом не участвовать в репрессиях осталось совсем немного чтобы произошла полная смена этого режима вы все это хорошо понимаете вы были на акциях протеста 1 мая в алматы в астане где наибольшая реакция была со стороны наших граждан и вы наверное убедились что осталось совсем немного и завтра выйдут десятки тысяч людей на площади и улице страны и этот режим будет сменен будет сменен мирно так же как в армении так же как других странах мира грузии в украине 2004 году везде эти процессы прошли мирно также эти мирные процессы прошли странах восточной европы когда кто-то говорит о том что мирные смены невозможно я напоминаю вся восточная европа грузия армения и ряд других стран бывшего советского союза именно мирно сменили режимы именно страны восточной европы которые совсем недавно вместе с нами были при советском союзе над ними стояла именно советская власть авторитарная они сумели сделать гигантский рывок буквально за 20 лет изменили кардинально экономическую ситуацию в стране они добились свобод и эти страны являются членами европейского сообщества и мы тоже сможем быстро изменить нашу жизнь изменить сможем если мы объединиться если мы несмотря ни на какие несгоды несмотря ни на какие угрозы со стороны действия режима объединиться выйдем то мы добьемся добьемся смены режима у нас много сторонников в нашей стране много тех кто устал от этой власти устал от действующей режима они проводят большую агитационную работу чтобы наша страна в конце концов проснулась проснулась не просто крупных городах проснулась от того состояния рабства которые в котором находится наша страна 30 лет я пользуюсь случаем обращаясь тем кто занимается частным извозом таксистом я знаю что вы слушаете наши выступления чате активисты века вы прекрасно осведомлены о программах демократического выбора казахстана многие из вас просто вынуждены заниматься частным извозом на самом деле во всем мире таксисты люди которые занимаются извозом достаточно обеспеченные люди их уровень доходов в месяц начинается от 3 тысяч долларов 5 10 тысяч долларов в месяц люди получают работающие именно частным извозом за ним работая работающие таксистами наши же таксисты общеизвестно живут сложной трудной жизнью фактически бедствует и многие из вас вчера были учителями врачами научными работниками предпринимателями занимали разные про и имели разные профессии и вы сейчас лишены возможности реализовать свою профессиональную деятельность не вынуждены заниматься частным извозом при этом эта работа вам не приносит серьезных доходов практически вы еле выживаете но вы прекрасно знаете наши программы вы недовольны действующим режимом я хотел бы поблагодарить вас уважаемые таксисты люди которые занимаются частным извозом за то что вы проводите огромную работу убеждая ваших пассажиров присоединиться присоединиться к нам присоединиться к тем кто хочет добиться перемен пользу случаем я еще раз хочу обратиться к вам чтобы вы расскажали нашим соотечественникам что 9 мая мы призываем народ казахстана выйти выйти на шествие на митинги по всей стране я знаю что в октябре власти города отменили шествие отменили шествие бессмертный полк и в этом это не составляет никаких проблем есть места которые каждый год чествует наших ветеранов парке победы есть так называемый вечный огонь и так далее и так далее поэтому я хочу пояснить что если эта акция бессмертный полк будет отменена в том или ином городе то наши сторонники могут собраться в традиционных местах типа парк победы или вечный огонь неизвестному солдату и так далее мы сегодня распространим видеорекламу каких местах необходимо собираться нашим гражданам и требования у нас приблизительно такие же которые были озвучены 1 мая на митингах по призыву демократического выбора казахстана но султан не моя столица такая не мой президент свободу политическим заключенным это наши основные требования требования которые будут озвучены 9 мая дополнительные требования более четкие сегодня будут распространены в виде плакатов в интернете на фейсбуке инстаграм и других социальных сетях ютюбе также будет вы выйдет реклама реклама ютюбе уважаемые друзья 9 июня как я уже ранее говорил пройдут нелегитимные досрочные выборы вы все прекрасно понимаете что нынешние исполняющие обязанности президента токаев не является достойным человеком вы лишены права выбора вы не можете самовыдвигаться на позицию президента для того чтобы вы могли отдать дать иметь возможность избирать и быть избранным у вас таких прав по сути дела нет потому что избранным могут только те кто пять лет проработал на государственной службе только те которых выдвигают политические партии реально контролируемую властью типа нуратан или общественной организации которые тоже под контролем власти вы лишены ваших конституционных прав более 90 процентов наших граждан лишены своих конституционных прав избирать и быть избранными потому что получается те поправки которые внесены законодательства страны предполагает что государственные служащие почему-то обладает большими правами разве не нашей конституции сказано что все граждане равны перед законом если все граждане равны перед законом то почему этими правами быть избранными обладает только те кто не менее пяти лет проработал на государственной службе и очевидно что эти поправки законодательства сделаны нурсултаном назарбаевым чтобы контролировать любого человека который может претендовать на высший государственный пост в стране и этим самым фактически вас лишили ваших конституционных прав казахстан подписал множество международных договоров которые говорят о том что наши граждане не могут быть ограничены в тех или них правах по различному признакам у по профессиональному частности какая разница где человек работал на государственной службе или в частном секторе это не имеет никакого значения уже нарушены международные договора подписанные казахстаном по языковому признаку вы знаете что назарбаев создал специальную комиссию такие комиссии в мире нигде не существует которые пропускают тех людей которые не владеют казахским языком и наоборот не пропускает те кто реальности владеет казахским языком и все эти 30 лет которые проводились досрочные нелегитимные выборы это языковая комиссия все время выполняла поручение но султан назарбаева по устранению тех людей которые не угодны этой власти поэтому 9 июня это власть проводит нелегитимные незаконные выборы мы должны 9 10 июня выйти на улицы страны и объявить бойкот не просто бойкот сидя дома активный бойкот выйти на митинги потребует отмены этих незаконных нелегитимных выборов потребовать честных выборов внести необходимые поправки которые дают возможность выйти на выборы участвовать выборах каждому гражданину казахстана и восстановить конституционные права каждого человека в нашей стране и поэтому мы готовимся к 9 10 июня мы объединяем народ 1 мая мы добились большого успеха тысячи наших сограждан вышли на улицы страны вы я уверен были горды нашим народом потому что многие наши граждане говорили что мы якобы трусы мы ничего не умеем у нас нет единства мы не можем объединиться 1 мая показала что мы такие же граждане как граждане любой другой страны армяне которые течение буквально нескольких недель объединившись добились смены режима добились мирно то же самое сейчас происходит в алжире в алжире президент бутафлик который хотел пойти на пятый срок в результате массовых манифестации отказался от этой идеи он ушел в отставку и вчера было объявлено что ближайшие родственники президента бутафлика который ушел в отставку были арестованы был арестован его младший брат который выполнял фактически роль карима массимова карим массимов глава спецслужб казахстана глава комитета национальной безопасности но столтан назарбаев ушел он до формально сохраняет власть формально все рычаги в его руках он как бы председатель совета национальной безопасности он стоит над всей властью но все мы прекрасно понимаем он уже ушел он передал власть исполняющий обязанности к сам же марта каева он передал власть частично своей дочери она сейчас по статусу второй человек государства председателя сената он передал власть своему окружению диктаторской стране власть принадлежит одному человеку как это происходило казахстане когда но султан назарбаев назначал правительство премьер-министра он назначал депутатов он назначал судей он назначал акимов на самом деле как бы формально сейчас не выглядело что он стоит над властью и влияет на все на все решения в реальности власть уже раздробилась часть она ушла к сам же марта каеву часть к его дочери часть к министрам часть на местах потому что диктаторская система на самом деле предполагает власть полную концентрацию в одних руках она сейчас в разъехалась в разные стороны в итоге мы сейчас будем свидетелями политической борьбы за власть ближайшего окружения но султана назарбаева некоторые из вас говорят а почему бы вместо такая его президентом страны например не стал тот или иной чиновник из его окружения члены мафиозной группировки но султана назарбаева и может стать любой карим асимов и манголит из магометов или кто-то другой но вы все должны знать что они все являются члены мафиозной группировки и ничего в нашей стране не изменится не изменится до тех пор пока народ будет молчать пока из наших рядов именно самого народа из недр самого народа во власть не придут представитель народа ничего не изменится позавчера эта власть посадила тюрьму на 10-15 суток большое количество тех граждан которые выразили свой протест 1 мая и когда у меня спрашивают за кого же голосовать на этих выборах я говорю не за кого потому что это подставные кандидаты власти народные кандидаты перед вами совсем недавно наш один из молодых людей прям суде озвучил позицию яркую и сильную речь вот за таких молодых людей и надо голосовать вот за таких молодых людей нужно отдавать свои голоса голоса и я уверен что именно такие молодые лидеры выведут страну в число передовых стран мира сделать ее сильной и независимой и для того чтобы мы стали сильными независимым для того чтобы мы получили свободы нам 9 июня нужно сказать нет этому действующий режиму но нам нужно объединяться нам нужно тренироваться нам нужно готовиться нам нужно научиться объединять народ выводить десятки тысяч людей на улице у меня спрашивает а что будет когда выйдут десятки тысяч научным изысканиями доказано и опытом ряда государств это подтверждено когда 3-5 процентов населения выходит на улице масштабах нашей страны это от полумиллиона до 1 миллиона человек этот режим падает притом падает мирным путем потому что полиции военные переходят на сторону народа потому что народ заполняет все кабинеты действующей власти именно просто заполняет заходит кабинеты заходят эти в эти дворцы эта власть просто падает падает мирным путем и мы тоже этого сможем добиться как добились уважаемые армяне добились когда несколько сот тысяч человек по всей стране вышли на улице и страна была парализована и действующий режим был отправлен в отставку мирным путем и сейчас там идут бурные процессы демократические процессы страна меняется на глазах общество воодушевлено мы тоже можем добиться такого успеха для этого я призываю выйти на митинги 9 мая 31 мая даты мы сообщим дополнительно я уверен что 9 мая будет тем самым днем победы днем победы когда мы победим свой страх когда мы сумеем объединиться и сказать этому режиму что мы народ казахстана являемся властью уходите алга казахстан